Возобновить работу парикмахерские рестораны и салоны красоты смогут при условии установки камер видеонаблюдения. Их планируют подключить к государственной системе аналитики, которая будет распознавать соблюдение мер безопасности, использование масок и перчаток, дистанцию между клиентами, проведение дезинфекции после посещения. Такие поправки внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в указ о введении режима повышенной готовности. Приобрести и обеспечить бесперебойную работу камер владельцы бизнеса должны за свой счёт. На вход обязательно камера нужна, но именно на стойку, где происходит оплата процедуры и так далее. Это в плане даже обезопасить и себя, и потребителей, потому что в нашей студии камера стоит на вход, поэтому я не вижу в этом большой какой-то проблемы. В плане финансов это тоже сейчас решается. Сейчас много организаций, которые предоставляют видеонаблюдение, интернет, и, как правило, это пакет, который включает всё, и можно оформить рассрочку, либо на год этот платёж растянуть. Покупка, установка и обслуживание камеры на входе в среднем обойдётся в 8 тысяч рублей. В принципе, траты вполне подъёмные. Но пока не ясно, достаточно ли будет только такого наблюдения, чтобы фиксировать в салоне обеспечение всех заявленных мер безопасности. Что включает в себя антикоронавирусная видеоаналитика, никто точно сказать не может. Будет ли это одна или две камеры, или по камере в каждом кабинете. Поэтому и предстоящие траты владельцев бьюти-бизнеса спрогнозировать сложно. В любом случае, после полутора месяцев простоя эти расходы многим могут оказаться не по карману. Даже с учётом компенсации, которая составит 50% от трат, но не более трёх тысяч рублей за одну камеру. К тому же есть и этический аспект вопроса. По словам Елены Петренко, если камера на входе оправдана, то в кабинетах абсолютно неуместно. Видеосъёмка нарушит приватность процедуры и личное пространство клиентов. Как правило, люди находятся обнажённые на многих процедурах. И, естественно, никто не будет снимать голого клиента. Это понятно. Если только снимать косметолога, вопрос для чего. У нас всегда есть меры антисептики, меры обработки, все эти журналы и тому подобное. Мы и так соблюдаем, потому что мы сами заботимся о том, чтобы у нас не было никаких случаев, когда кто-то чем-то заразился или какую-то заразу привнёс. Областное министерство промышленности разрабатывает технические требования к системе и порядок возмещения затрат. Прислушаются ли власти к мнению предпринимателей? Покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.